Вернуть паспорт и снять браслет или продлить меру пресечения. В Соломинском райсуде Киева решают судьбу фигурантов янтарного дела. Напомню, в июле нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова обязали внести залог, надеть электронные браслеты и сдать загранпаспорта. Поляков, к слову, браслет так и не надел, пользуясь своей неприкосновенностью. За судебным процессом следит мой коллега Александр Васильченко, он сейчас с нами на прямой связи. Саша, здравствуй. Когда истекает срок меры пресечения и какое решение, собственно, принял суд? Наталья, добрый вечер. Сегодня в столичных судах янтарный день. По делу нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата состоялось пять заседаний, еще два назначены на завтра. Начну по порядку. Сначала парламентария обратились в апелляционный суд Киева с ходатайством об избрании суммы залога, однако суди отказали в прошении. Якобы по нормам УПК обжаловать решение первой инстанции относительно этой части меры пресечения нельзя. Далее заседания продолжились в Соломинском райсуде столицы. Теперь уже прокуроры САП ходатайствовали о продлении Розенблату меры пресечения. Напомню, парламентария обязали надеть электронный браслет, сдать паспорта под личное обязательство являться в суды и на допросы и внести залог в 7 миллионов гривен. Но это заседание суд решил перенести на завтра. В свою очередь адвокаты Розенблата инициировали другой процесс. Обратились в суд с прошением об изменении меры пресечения. По словам защитников парламентария, в них есть новые данные по янтарному делу. Однако эти самые материалы на заседание они так и не принесли. Поэтому судья также решила перенести заседание, что возмутило правозащитников. В свою очередь прокуроры заявили, новые моменты в деле это просто опечатка в данных загранпаспорта в судебном решении. К тому же Розенблата сдал только дипломатический паспорт, а в миграционной службе заявил, что заграничный якобы потерял. И через несколько дней подал заявление на получение нового документа. Прокуроры уверены, подозреваемые адвокаты банально затягивают процесс. Слухание проведения за их собственной уж скаргою, ну, может быть, это немного соперечит захисту, как такому. После заседания по ходатайству Розенблата перешли к рассмотрению вопроса о продлении меры пресечения второму фигуранту дела, нардепу-фронтовику Максиму Полякову. К слову, народный избранник не выполняет принятые судом решения и уже третий раз отказывается надевать электронный браслет и не сдает загранпаспорт. Поэтому прокуроры требуют ужесточить меры против парламентария, несмотря на его депутатскую неприкосновенность. Продолжите на два месяца, тобто до 17 жовтня 2017-го року, включите дозреного перепону Симон Анатольевичу. Срок выполнения, покладенных на него, укладываясь в суде 21 липня 2017-го року об обществе, а саме, носить электронный заседок контролю, приобрести за вимоги до слідчого техники прокурора та суду, передвучатися з міста Киева до міста Омоні, приобрести за вимоги до слідчого дозу, сдати на зболігання для відповідних органів державного владу, всі свої паспорти, громадянного України для в'їзду за кордон, інші документи, що мають право на в'їзд України та в'їзд до України, отримати сельскруповання із розвитком Бориславом Соломоновичем. Естественно, що защита Полякова так не считає. Адвокати уверены, що с начала политического сезона электронный браслет і відсутствие паспортов повлияють на роботу нардепа. К тому же, вони уверяють, що нельзя агнорувати неприкосновенність і унижати достоинство народного избранника. Якщо ми говоримо про право держави, і сильно хочеться, щоб нас, Поляков, одяг в браслет, ми поговоримо про потім, наскільки це доцільно необхідно, то для цього повинна бути чітко визначена права норма. Якщо нема, вибачте, ми не можемо до нього застосувати. Тому що у нього спеціальний статус. І це не є привилею народного дбутата Полякова. Такого же мнения і сам Поляков парламентарий свою вину не признає, утверджає, що скриватися следствие не намерен. Справа з самого початка до кінця по мене сфальшована. Не існує жодного доказу, де Поляков брав хабаря. Не існує жодного відео, де Поляков був зграшима. Я не брав коштів, я не маю жодного відношення до хабарів. Проверив матеріали дела, суддя вдалилась в совещательну комунату 20 минут назад. Фигуранты дела і журналисты ждуть її решення. Поподолжаємо следити за развитием событий в янтарному делі. І будемо сообщати о нових подробностях. Наталья. Дякую, Саша. Олександр Васильченко із Соломенського суда, де прямо сейчас решають судьбу фигурантов янтарного дела, нардепов Розенблата і Полякова.